Права учащихся при проведении государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ обсудили на заседании регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт» за Россию. Поводом стало распространившееся в соцсетях анонимное сообщение о том, что в пунктах сдачи экзамена дети подвергаются слишком тщательному досмотру. Представители Народного собрания, прокуратуры, родительского комитета, уполномоченным по правам ребенка и другие, собравшиеся после бурных обсуждений, приняли специальную резолюцию. Подробности у Мурата Джанкезова. Со слов учащихся и их родителей, заходя в аудиторию на экзамен в поисках запрещенных предметов, учеников заставляют снимать одежду, расстегивать рубашки. Многие дети оказались не готовы к такому психологическому давлению, а возмущенные родители пожаловались в общероссийские СМИ и в социальных сетях. Лично моего ребенка за отказ снять ремень выгнали со словами «Если ты такой дерзкий, то иди отсюда». При этом, как Министерство образования, представитель заявил, что должен быть составлен акт за отказ, и ребенок должен быть недопущен. Его без этого акта выгнали со словами, что ты дерзкий. Реакция соответствующих министерств и ведомств была незамедлительной. Однако подтвердить факт неправомерных действий пока не представляется возможным, поскольку родители попросту боятся за будущее своих детей, которым еще учиться в школе два года, и не хотят портить отношения с педагогами. Действительно, у нас тоже были сигналы, и звонили на телефон дежурному прокурору. Соответственно, начата соответствующая проверка. Но в ходе проверки женщина звонила, она отказалась давать какие-то пояснения по этому вопросу, тем более письменные, сказала, что конфликт исчерпан, а у нас есть только номер телефона. Ну, в любом случае, мы принимаем меры, чтобы найти ее и опросить. Дыма без огня не бывает. Я считаю, что тут надо, конечно, разобраться. И то, что сам факт имел место, и то, что это подтверждает и Министерство образования, не зря министр образования Фатима Бекмурзовна выезжала на место и на 45 минут задержали сдачу единого государственного экзамена. Вот, этот факт есть, и, наверное, есть и другие факты. Представители Министерства образования Республики сообщили, что по всем жалобам на неправомерные действия организаторов экзаменов проводится служебная проверка. На место инцидента выезжала лично министр образования Инна Кравченко. Уже принят ряд мер. Мы уже приняли то решение, о котором я говорила, что обязательно должны присутствовать директора школ и приглашаются родители, представители родительской общественности. И после того, когда она вернулась и экзамен в этот день закончился, мы провели ВКС с начальниками управления образования. Но город Черкесск тоже свои замечания услышал. Мы после проведения экзамена ежедневно проводим ВКС с начальниками управления образования с анализом всех замечаний, нарушений и так далее. Народный фронт обратился в правительство Республики и предложил для максимальной прозрачности процесса обеспечить онлайн-трансляцию на пункте прохода металлоискателя, чтобы и родители, и общественность смогли наблюдать за процессом досмотра детей и фиксировать всё на камеру. Муратченко, Завалибастанов, Вести Карачевна, Черкесия.